Ты, Сэм, салют, ты смотришь HipCode, хип-хап для детей, а именно для детей хип-хап культуры, но сегодня мы будем говорить про джаз, про великий джаз, про одного из самых великих не только джазменов или джаз-артистов, но в целом, одного из самых великих музыкантов за всю историю великих музыкантов, Фрэнк Синатра и его 14-й студийный альбом под названием Come Fly With Me или Полетим К Вместе, вышедший в 58-м году. Этот альбом принадлежит ко второй эпохе или второй стадии карьеры Фрэнка Синатра. Фрэнк начал с Columbia Records, это первый его этап карьеры, затем он попал на Capital Records, это как раз-таки альбом с этого этапа, и последний этап карьеры Фрэнка, это когда он выпускался на своем собственном лейбле под названием Reprise Records. Кроме всего, этот альбом — это один из самых первых концептуальных музыкальных альбомов в современной музыке и один из немногих концептуальных альбомов в дискографии самого Фрэнка Синатра. Кроме того, этот альбом — это первая коллаборация Фрэнка Синатра с аранжировщиком Биллом Мэем. Как мы потом будем об этом говорить, вся карьера Фрэнка Синатра — это его сотрудничество с различными аранжировщиками, с различными композиторами и так далее, и тому подобное. Кроме того, этот альбом был номинирован на Grammy of the Year в 59-м году, но я все-таки скажу, что, конечно же, знакомство с Фрэнком нужно начинать не с этой пластины, просто здесь лежит одна из моих самых любимых песен за всю историю моих любимых песен «Let's Go». Айтс. Так же, как в случае с обзором на Ella and Louie, ссылка на который будет где-то здесь, знакомство с Come Fly With Me нужно начинать, конечно же, с контекста. Фрэнк Синатра — это итальянский парень, который родился в семье итальянских иммигрантов в Нью-Джерси, парень, который никогда не получал музыкального образования, парень, который достаточно плохо пел в самом начале, но он с самого детства был влюблен в интертейнинг, в шоу-бизнес, а именно в музыкальный шоу-бизнес. Кроме того, это парень, который был воспитан на эре свинга на эпохе биг-бэндов или больших-больших оркестров, больших групп, и он очень часто говорил о том, что некто, как его зовут, Бинг Косби, был чуть ли не его главным идолом. И любопытно, что свою музыкальную карьеру он также начал с биг-бэнда, он начал с группы Мистера Тома Дорси. Первый этап Фрэнка Синатра случился в 40-х, когда он стал своего рода секс-символом. Представь себе Джастина Бибера в 10-х, по которому фанатели все девочки в 18-19 лет. Точно тем же был Фрэнк Синатра в начале 40-х. Затем в 43-м его подписывает Columbia Records, он выпускает свой дебютный альбом The Voice of Синатра, но после Второй Мировой, ближе к 50-м, его слава начинает спадать, когда вернулись все пацаны домой, и поэтому Columbia сбрасывает его с лейбла. Он уезжает в скитание в Лас-Вегас, начинает выступать только в Лас-Вегасе, становится резидентом. Есть такое понятие в клубах Лас-Вегаса как резидент. То есть это исполнитель, который выступает постоянно в клубах Лас-Вегаса. Там он начинает немного набирать хайп, его приглашают в одну из киноленту, он снимается в киноленте, Большая Америка обращает снова на Фрэнка Синатра внимание, и тут запускается второй этап его карьеры, его подписывает Capital, и как раз-таки этот альбом принадлежит второму этапу карьеры, когда из секс-символа для молодых в начале 40-х мистер Фрэнк Синатра получает кликуху-кликуху, лол, получает титул главного свингмана США. И знакомство с этим альбомом я, конечно же, хочу начать с композиции Can't Fly With Me, и это та самая песня, из-за которой я вообще хочу включить этот альбом. Can't Fly With Me, и в целом этот альбом будет построен вокруг концепта кругосветного путешествия. На этом альбоме Фрэнк Синатра будет стараться показать нам различные стороны света, различные страны, и вместе с этим он будет показывать нам различную музыку. И эта песня как раз-таки начинается с этого обещания. На первом куплете он говорит «Полетим со мной, давай улетим отсюда, если тебе нравится экзотичная выпивка, я знаю один бар в Мумбаи, полетим со мной, улетим отсюда». И затем на втором куплете он говорит «Полетим со мной, давай спустимся по реке вдоль до Перу, съездим в землю Лам, там есть один чувак, который сыграет свою песню для тебя, полетим со мной, давай улетим отсюда». Опять-таки повторюсь, что этот альбом, конечно же, это не лучший вариант для начала знакомства с Фрэнком Синатрой, но мне очень нравится то, что это один из немногих концептуальных альбомов внутри дискографии Фрэнка Синатра, и один из самых первых концептуальных альбомов в американской или современной музыке в целом. Кроме того, этот концепт, он очень интересный. На этом концепте кругосветного путешествия мы не только услышим про разные страны, но увидим разную музыку, и очень важно, на этом альбоме мы увидим разного Фрэнка Синатра, чего не было на альбомах его первого этапа, и чего не было на первых его свинг-альбомах, именно поэтому Come Fly With Me. Как мы выяснили в случае с Ella & Louie, много джаз-альбомов построены вокруг каверов на джазовые стандарты, и Come Fly With Me на самом деле во многом не является исключением. На этом проекте мы слышим такие renditions, или такие каверы на классики, Autumn in New York, April in Paris, Brazil, Blue Hawaii, и на самом деле Come Fly With Me это песня, которая была написана специально для Фрэнка Синатра, но в итоге она тоже стала джаз-классикой. И еще один джазовый стандарт на этом альбоме это Moonlight in Vermont, и как и многие песни на этой пластине, она вертится вокруг темы любви. В тексте этой песни мы слышим такие слова. Мелочь колодцы, Опадающие листья смоковницы, Вот лунный свет в Вермонте. Холодный ветер, Следы от лыж на горных склонах, Вот снежный свет в Вермонте. Провода телеграфных столбов Будут спеть вплоть сего шоссе, И пройдут каждый изгиб дороги. Те, кто встретятся в этом романтическом сеттинге, Будут гипнотизированы любовью. Песня называется Moonlight in Vermont, Или лунный свет в Вермонте. И возвращаясь к концепту альбома, После того, как на первой песне Фрэнк Синатра показал нам карту мира, Он затем на Isles of Capri Приглашает нас в Италию, Но не просто рассказывает нам об Италии, Но дает нам послушать Италию. Здесь мы слышим сицилийскую мандолину, Которая старается прорезаться Сквозь эту оркестровую музыку. Затем на песне On the road to Mandalay Он приглашает нас в Индию И использует духовые. Духовые или медные Здесь играют самую важную роль в музыке. Это очень частый прием голливудских фильмов, Особенно начало 20 века. Если хотели показать Индию, То использовали Ту-ру-ту-ту-ту-ту, Которые вроде бы должны были Создать ассоциацию со слонами. Вполне возможно. Затем на песне Autumn in New York Он приглашает нас в Нью-Йорк И использует этот Смут джаз. Затем на песне Brazil Он приглашает нас в Латинскую Америку, Хотя использует свинг. Во многом это чистый свинг, Но в интерлюдиях мы услышим Ксилофон, который должен вроде бы, Наверное, создавать нам ассоциацию С Латинской Америкой. И затем он приглашает нас Хавайи или на Гавайи, Но там на самом деле я не нашел Никакой музыкальной отсылки В этой песне. А если говорить именно про Moonlight in Vermont, Любопытна эта песня тем, Что если ты обратил внимание На скрин текста, В этом тексте нет ни одной рифмы. Ни одной. Это было осознанное решение Авторов этой песни, Которые написали ее в 44-м году. Они начали писать ее, Не сделав ни одной рифмы, А потом подумали, Давай сделаем всю песню. Такую. То есть фактически текст этой песни Состоит из 4 или 5 хоку, 3-4 строчки, В которых нет рифмы. Примечательно или любопытно это тем, Что в итоге песня, В которой нет ни одной рифмы, Стала одной из самых популярных, Или даже некоторые говорят, Визитной карточкой штата Вермонт, И стала джаз-классикой. Получается, В песнях не так важна рифма? Я не знаю. Следующая песня, Которую я хочу отметить, Называется Оттумный Нью-Йорк Очередная джазовая классика. Песня была написана в 34-м году Неким Вермоном Дюком, И насколько я понял из истории этой песни, Вермонт не пытался написать что-то выдающееся, Он просто вроде бы записывал свои мысли в дневник, Или что-то в этом роде. Но эта песня, Как и многие джазовые стандарты, Многие джазовые стандарты Получили огласку или популярность Либо благодаря кино, Либо благодаря бродвейскому шоу. И эта песня получила свою популярность Благодаря бродвейскому шоу. Сейчас я перечислю список Тех великих джазменов, Или джазмузыкантов, Которые делали свои rendition, Или свои версии этой композиции. Чарли Паркер, Чет Бейкер, Билли Холидей, Бин Косби, Сара Вон, Билл Эванс, Диана Кролл, И моя любимая версия от Эллы и Луи. И скорее всего, Список людей, Которые делали свои rendition этой песни Еще больше. Но это просто те, Кого я смог найти, Или те, кого я знаю. И это еще раз подчеркивает факт того, Что Оттумы Нью-Йорк Это не просто джазовый стандарт, А один из самых популярных Джазовых стандартов. Еще один любопытный момент С этой композицией Это то, Что она раскрывается по-разному В зависимости от типа музыканта. Даже так, Типы музыкантов Обращают внимание На разные элементы Этой композиции. Если Сара Вон Или Билли Холидей Вокалистки делают Свои rendition Оттумы Нью-Йорк, То они обращают внимание На текст. И когда ты слышишь Финальную песню, Ты слушаешь больше текст, Потому что в музыкальном сопровождении Максимум клавиши Минимализм Абсолютной воды, Потому что ты слушаешь В их версиях Оттумы Нью-Йорк Это просто великолепная лирика. Ты думаешь, Боже, Какая романтичная песня. Если Чарли Паркер Делает свою rendition, Свою версию Оттумы Нью-Йорк, Он, конечно же, Обращает внимание на мелодию И пускает свой саксофон В пляс. И ты думаешь о том, Что, Вау, Оттумы Нью-Йорк, Какая же офигенная, Какая же офигенная музыка, Какая офигенная мелодия Этой композиции. В случае с Фрэнком Синатрой Вообще все по-другому. Фрэнк Синатрой Это человек, Который вырос, Опять-таки, Был воспитан эпохой свинга, А именно, Больших оркестров. Биг бэнд. Кроме того, Фрэнк Синатрой Это исполнитель, Который в течение своей карьеры Выработал определенную страсть К дирижированию. У него даже есть Несколько альбомов, Которых он выступает Как дирижер И аранжировщик. Кроме того, Это исполнитель, Который выработал Особую любовь К классической музыке. Поэтому многие аранжировки Песен Фрэнка Синатра Содержат в себе Нотки классической музыки. И то же самое Происходит на Autumn in New York От Фрэнка Синатра. Я бы даже сказал, Что тут Совсем нет свинга И совсем Чуть-чуть Джаза. Эти струнные Интерлюди На этой композиции Делают Autumn in New York Фрэнка Синатра Больше экспириенсом Каким-то Оперным Экспириенсом. То есть Он переводит Эту композицию В совсем Другой мир. Здесь она Раскрывается Не как Вокальная Композиция Или джазовая Композиция А что-то Более Классическое. И мне На самом деле Версия Фрэнка Синатра Нравится Меньше Всего. Потому что Для меня Autumn in New York Это очень Интимная Композиция. Это Композиция Про Около Полуночи В Нью-Йорке Разговор Двух Влюбленных. Это очень Интимная История. А Фрэнк Синатра Делает Autumn in New York В ощущении Или в экспириенс Какого-то Концертного Зала. Он будто бы Переводит Autumn in New York Из кабака В Нью-Йорке Сороковых В Карнеги Холл. Или в Большой Театр. И этот экспириенс Или эта версия Мне совсем Не нравится. Как было сказано В самом начале Этот альбом Come Fly With Me Относится Ко второму этапу Карьеры Фрэнка Синатры Этап В котором Он получил Титул Главного Свингмана США И в этом этапе Он выпустил Такие альбомы Как Swing Easy Song for Swinging Lovers Swinging Affair Come Swing With Me Некоторые Кстати Из перечисленных Сейчас альбомов Считаются Классикой Дискографией Фрэнка Синатры И с некоторыми Из них Наверное Нужно начинать Знакомство С музыкой Фрэнка Синатры Но несмотря На это Альбом Come Fly With Me Тут Мало Swing На очень Многих Песнях Этого альбома Нет свинга Совсем Затем Другие Песни Этого альбома Содержат Едва Заметный Swing Или Танцевальный Swing И только Наверное На двух Песнях Swing Прямо Во всю Катушку Эта песня Как Come Fly With Me С которой Начинается Альбом И следующая Точнее Последняя Песня Которую Хочу отметить Бразил Бразил Это очередная Концептуальная Песня На этом альбоме И в тексте Мы слышим Такие слова Бразилия Место Где сердца Развлекаются В июне Мы стояли Под красной Луной И тихо Говорили Друг другу Однажды Очень скоро И мы целовались И держались Вместе Несмотря на то Что эта композиция Это всего лишь Одна из двух На этом альбоме Который по-моему Является очевидным Swing Эта композиция Все же Является еще Одной Которая подчеркивает Историю Того Что Фрэнк Был воспитан Биг Бендами На этой композиции Как и на многих На этом альбоме В середине Мы слышим Длинные Оркестровые Интерлюзии Если сравнивать Бразил и Come Fly With Me На Come Fly With Me Тебя свингала Как лирика Так и музыка А на Бразил Все-таки Основную работу Здесь выполняет Именно музыка Основную роль Здесь все-таки Играет оркестр И он делает Это по-разному Духовая секция Или The Brass Section Здесь задает Это ощущение Триумфа Swing Эпоха Swing Это эпоха Триумфа Это эпоха Достатка Излишеств Даже в каком-то смысле И духовая секция Задает тебе Этот триумф Затем Конечно же Ритм секции Или эти барабаны Они вводят тебя В настроение Танца Потому что Swing Это про танец А если прислушаться В интерлюзиях О чем я говорил В самом начале Мы слышим Ксилофон И вроде бы Этот ксилофон Должен связывать Эту песню С концептом альбома То есть Через этот ксилофон Вроде бы Мы должны представлять Что мы находимся В Бразилии Или в Латинской Америке И еще один момент На этой песне Это конечно же Голос Фрэнка Синатры Один из самых важных Моментов Второго этапа Фрэнка Синатры Это история того Что в Лас-Вегасе Выступая в клубах Вегаса Он заматерел Он стал взрослее И он научился Использовать Лучше свой голос Он уже не был Этим смазливым Парнем из сороковых Нет На этом альбоме И на Особенно на этой песне И на многих Композициях Или проектах Его второго этапа Фрэнк Синатры Уже этот Мастер церемоний Фрэнк Синатры Уже этот Мистер Главный Сфингмен И на этой Композиции Очень хорошо слышно Как голос Фрэнка Синатры Является Командором Над всем Что происходит В этой композиции Даже несмотря на то Что музыка здесь Вау-вау-вау-вау-вау-вау Все-таки Голос Синатры Является тем Что удерживает Все вместе И на этой композиции Ты вроде бы Смотришь Или слушаешь Синатра Который выступает Как командир корабля Который Отправляется В кругосветное путешествие Но где композиция Про Россию В завершение Отмечу Что аранжировщиком Этого альбома Был некий Билл Мэй Билл Мэй С того что я понял Славился Тем что он любил Духовую секцию Он любил Медные И на многих Песнях Этого альбома Как в особенности В примере Бразил Мы слышим Как духовые Играют главную роль Или на The Road to Менделе И кстати Если слушать Разные альбомы Мистера Фрэнка Синатра Можно видеть Как с разными Аранжировщиками Он проявляется По-разному Затем Конечно же Скажу Что этот Альбом Он Является Мне он нравится Потому что Он концептуальный И он концептуальный Не просто на бумаге А в исполнении Как мы увидели Здесь мы слышим Разную музыку И что очень важно Разного Фрэнка Синатра Но конечно же Этот альбом Является Примером Альбомов Одной песни Здесь есть Can't Fly With Me И наверное Moonlight Evermont А все остальное Довольно-таки Непримечательное Или Лучше сказать Непоказательное Если ты будешь Искать На гугле Лучшие альбомы Фрэнка Синатра То ты мало где Увидишь упоминание В этом списке Can't Fly With Me Я выбрал этот альбом Опять-таки В основном Из-за концепта Из-за того Что можно увидеть Разного Синатра И конечно же Из-за песни Can't Fly With Me Но это далеко Не лучший альбом Фрэнка Синатры И для меня Это всего лишь Половина Хатхор Девушки отдыхают Девушки отдыхают